Далее начинаем следующую тему. Говорим о битве за Донбасс. Российские войска, которые накануне заняли «Отель мира», о котором мы уже говорили, об этом рассказывали в эфире, комментировали, в Северодонецке несут огромные потери, но по-прежнему удерживают это здание. При этом обстрелы Северодонецка не прекращаются. Об этом говорил Сергей Гайдай. Глава Луганской ОВА добавил, что Северодонецк не отрезан. Есть возможность и поставлять гуманитарные грузы, однако трасса Лисичанск-Бахмут под постоянными обстрелами войск Российской Федерации, поэтому передвигаться по ней опасно. Давайте послушаем комментарии Сергея Гайдая. Вошли российские войска на окраину города. Это гостиница «Мир». Дальше уже за гостиницей территория леса, поэтому в гостиницу они вошли. Несут огромные потери там, но выбить пока их из гостиницы не вышло. Хотя там у них очень уж много погибших. Дальше они продвинуться не могут. Попытки есть постоянно. Тактика одна и та же. Несколько часов обстрелы артиллерийские, затем пытаются продвигаться. Но ничего пока не выходит. Их сдерживают наши стоящие там ребята. На северодонецком направлении украинские защитники продолжают удерживать наступление российской армии. Цель этой армии захватить Северодонецк и Лисичанск не достигнута. Несмотря на значительное преимущество противника, вооруженные силы Украины наносят врагу значительные потери. И с нами уже на связи Дмитрий Лубинец, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав людей, деоккупации и реинтеграции. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Сейчас, говоря о битве и о боях за Донбасс, российские сухопутные войска продолжают попытки отцепить и Северодонецк, и Лисичанск, недавно захватив несколько селок северо-западу от Попасной. Но украинские силы продолжают сохранять контроль. Сейчас для Российской Федерации, по сути, Северодонецк, это Лисичанск, это бои за Лиман. Такое впечатление складывается, что любая точка, любой город, который они попытаются захватить, они подадут это и Путину, и в своей российской пропаганде, как захват чуть ли не всего Донбасса. Что вы по этому поводу думаете? У вас очень правильно в сюжете было сказано, что с военной точки зрения захват Северодонецка особо не несет никакой нагрузки. Это политическая, скажем так, задача, политическое решение. То есть три месяца происходит какая-то непонятная военная операция, по словам российской пропаганды. И за три месяца не взяли ни одного крупного города на Донбассе, не помогли условно этим непонятным ЛНР, ДНР. Понятно, что трещит по швам вся эта их натянутая за уши информационная кампания, поэтому им во что бы то ни стало необходимо взять Северодонецк до 1 июня. Такую задачу им поставило высшее руководство России. Я думаю, что это лично Путин это и сделал. При этом даты постоянно переносятся. Тут уже хоть что-то, но давайте людям покажем, россиянам я имею в виду, что у нас всё-таки победоносная кампания, это влияет на всё. И с одной стороны, надо поддерживать этот пропагандистский дух, с другой стороны, как бы там ни было, у них заканчиваются люди. А люди заканчиваются именно из-за того, что русские массово, с одной стороны, отказываются воевать, с другой стороны, они не записываются по мобилизации, по этим всем методам, которые они там запустили, даже за очень большие деньги. Потому что никто не хочет умирать и участвовать в военной кампании, которая уже проигрывает. Русские это как никто понимает. Поэтому надо показать, что всё поменялось, теперь мы побеждаем. Давайте массово записывайтесь в нашу победоносную армию и будем идти освобождать весь Донбасс. Именно эти цели преследует военная операция по оккупации именно с Северо-Донецка. Если мы говорим по Лиману, да, ситуация другая. Лиман им необходим с точки зрения военной логистики. В войне побеждает тот, кто наладит именно логистические цепочки. То есть это доставка боекомплектов, доставка новой техники взамен подбитой, доставка живой силы. Это делать значительно лучше, выгоднее железной дорогой, а не автомобильным транспортом. Поэтому Лиман с этой позиции имеет ключевое значение. Это крупнейший железнодорожный узел. Соответственно, здесь российская армия преследует цели захватить и наладить новый логистический хаб, по которому будет проводиться распределение и переброска военной техники с территории Российской Федерации. И тут у них не всё так хорошо, как, опять же, они рассказывают. По моей информации, я только вернулся с Донецкой области. Большую часть территории Лимана контролируют вооружённые силы Украины. Там есть некоторые, скажем так, проседания, но они не глобально, не катастрофические, и быстро эти бреши устраняются нашими силами. Поэтому и в Лимане у них всё очень плохо. При этом они кидают такое количество живой силы, несут сумасшедшие потери. Им в любом случае надо будет каким-то образом потом их восполнять. Если они не достигнут такого тактического успеха, а на данный момент, я, например, опять же, пообщавшись с военными, с военным командованием, мы не видим, что в ближайшее время или чуть позже могут и эти их планы уменьшаться успехом. То есть они будут дальше продолжать кидать в эту топку тысячи своих военнослужащих российской армии, мобилизированных с территории Донецкой и Луганской области, будут гореть там их танки, БМПшки, массово горит их техника, кстати. Они сейчас пришли к тому, что перебрасывают старую технику, там танки пришли какие-то, Т-62. Наши танкисты вообще говорят, это консервные банки, которые пробиваются с первого выстрела. То есть ради бога, пусть заходят, мы уже их ждём. То есть масса... Да, Дмитрий, тоже говорили по поводу численности, о том, что отправляют сейчас российская армия просто массово забрасывает своими людьми. Говорили тоже и в США. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки считает, что продвижение России на Донбассе связано именно с большим численным преимуществом над вооружёнными силами Украины. И в настоящее время в Украине находятся 110 российских батальонно-тактических групп. Сообщается об этом на сайте Пентагона. А вот говорила у нас заместительница Министерства нашего Минобороны Анна Малер, что российские войска ведут наступление сразу на нескольких направлениях. И ситуацию на фронте она назвала сложной. Давайте её услышим. На сегодня агрессор совершает интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе. Применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию. Обстановка остаётся сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждёт чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Нужно понимать, что это война. К сожалению, потери с нашей стороны неизбежны. Говоря о хронологии, вы называете цифру до 1 июня, хотя бы россиянам нужно что-то показать. Если не 1 июня, то как могут сдвинуться для них сроки и как может развиваться ситуация дальше для Украины? Ну, сроки, как я и говорил, они постоянно их двигают. То есть они сначала называли вообще нереалистические какие-то сроки. Шойгу там пыжился, кричал, что мы всё выполним. В итоге, как мы видим, ничего у них не получается. Я сказал, что до 1 июня им необходимо взять с севера Донецк. Это ключевая задача сейчас номер один. И опять же, на данный момент мы не видим, что эти планы увенчаются у них успехом. Действительно, они бросают всё, что у них есть. Ситуация с 24 февраля максимально накалилась. То есть на разных направлениях они одновременно применяют авиацию, артиллерию, живую силу, постоянные прорывы, попытки прорывов с использованием бронетехники. Если мы говорим по донецкому направлению, то одновременно они это делают, как мы уже обсуждали, направление Алимана, Славянска. Отдельная у них задача выйти по направлению на Бахмут. И постоянные, каждодневные есть попытки прорыва в области Авдеевки, Маринки и в районе Угледара от Волновахи. При этом последнее направление, они там проседают, наши вооружённые силы потихоньку, наоборот, там идут вперёд. По Маринке и по Авдеевке у них точно так же ни одного продвижения вперёд, они очень много потеряли, там, живой силы. И сейчас на этих направлениях переросла такая война артиллерии. Они закидывают массово артиллерии, наши стараются контр-батарейными выстрелами накрыть их артиллерией. То есть это такая суперсовременная война, война дронов и артиллерии, как называют это военнослужащие наши. Здесь особых таких попыток были. Сейчас они не предпринимают, то есть массово засыпают снарядами наши позиции. То есть мне называли цифру на некоторых направлениях в день, на некоторых участках нашей обороны в день артиллерия русских выстреливает по 2000 снарядов. Можете себе вдуматься, что там остаётся от наших позиций. Опять же, такое ощущение, им не надо, они не хотят брать города, им не нужны города. Им такое ощущение, им надо просто географические названия, потому что после такого обстрела там практически ничего не остаётся. Они артиллерию применяют настолько плотно, что города просто стираются с земли, одни названия остаются. Ну такая у них тактика. Они понимают, что по-другому они не могут продвинуться вперёд. Задача только так полностью уничтожили и стараются там идти дальше. Комментировал ситуацию сейчас на Донбассе президент Владимир Зеленский говорил, что она очень тяжёлая, но захваченные города не останутся российским оккупантом. Давайте его послушаем речь. Как и предполагалось, очень тяжёлая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Всё. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Мы делаем всё, чтобы усилить его. И усилим. Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы. Это наша сущность. И даже если Россия принесёт туда повсюду разрушения и страдания, мы всё равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам. Если сейчас говорить о той технике, которая есть у россиян, как раз-таки о тех танках, которые вы упоминали, Т-62, которые абсолютно непригодны. Ну, россияне говорят, это якобы для обороны. Тоже интересный момент. В чём сейчас основная сила Российской Федерации на востоке Украины? Это всё же техническая сторона или это то количество людей, о котором вы упомянули? Это и то, и другое. В первую очередь, это господство в воздухе, с которым мы пытаемся что-то сделать, но кардинально, да, у них преимущество в воздухе. То есть авианалёты они используют каждый день массово. Они засыпают авиабомбами, они массово применяют фосфорные бомбы. То есть на примере Мариуполя мы увидели, как это используется в первые дни и над Волновахой было несколько авианалётов, авиабомб, но не настолько критично, скажем так. То Авдеевку, например, сейчас они засыпают просто фосфорными бомбами. Это первое. Второе, конечно, артиллерия. Вот количество боеприпасов, но оно в разы, наверное, в десятки раз больше, чем у нас. Пока, по крайней мере. У них хуже, конечно, техника. Не такая дальняя артиллерия используется. Очень сильно нам помогли вот эти так называемые «три семёрки», топоры их называют у нас вооружённые силы Украины. Они стреляют значительно дальше, и как раз в первую очередь это вооружение используется для того, чтобы уничтожить артиллерию Российской Федерации. Конечно, их не такое количество, как нам бы хотелось. И мы ждём, наконец, эти поставки в рамках ленд-лиза, когда те же самые «три семёрки» американские, которые как раз вы сейчас показываете, они придут в достаточно серьёзном количестве. Пару недель буквально у нас осталось. Дмитрий, к сожалению, уже вынужден завершать нашу беседу. Я вам очень благодарна за то, что вы присоединились и рассказали. Зрителям напомню. Дмитрий Лубинец, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции. Далее вашему вниманию материалы из Бахмута, Донецкой области. Шеф-редактор телеканала «Эдбищане Юэй» Алексей Мацука подготовил оттуда репортаж. Окраина города Бахмут. Здесь ещё недавно ходили троллейбусы. И, в общем, линия электропередач есть. Но, по сути, сюда уже троллейбусы не ходят. Люди не ездят здесь. Ежедневные жёсткие обстрелы и прилёты со стороны российской армии. Разбиты дома и предприятия, которые здесь работали до 24 февраля. Сейчас мы едем в последний дом, который стоит на линии боёв вдоль трассы, которая соединяет Бахмут и Лисичанск. Вон там завалы, вы видели? Там ещё трое человек, их так и не откопали. Четверо. Вика там, дядя Ваня, Иван Фёдорович там, и Тоня, молодая девочка. Четыре, получается. Трое. Вика, Иван Фёдорович и Вика. А дети её где? А дети, один мальчик в Днепропа, перевезли из Покровска. Там папа поехал. А тут уже сколько? С 17 числа не могут раскопать. Что это за такое? В конце концов... 17 апреля? Нет, 17 мая. Мая? Да. А вы в платке Траурном? А это мне сын там погиб. Вот, белый балкон, вот это разрушит. Это мне сын. Сколько ему лет было? 43. Надо, я в память оно вот так будет. Я просто вам говорю, можно вот это простить? Нет. Где вы еду берёте? Ну, кушайте. Ну, у нас же были, мы же, наверное, не бомжи были. У нас холодильники были. У нас еда была. Мы же света нету. Мы же как-то, наверное, жили... Ну, то есть запасы. Конечно, запасы. Ну, гуманитарку привозят. Ну, привозят, да? Гуманитарку привозят. Вот так вы и делаете, это был прилёт. Это штамп... Новые реалии Бахмута. Объявление о семье из попасной семьи. Человек нуждается в помощи. Всё сгорело, остались без жилья. Пожалуйста, кто сколько может. И просто указывается номер банковской карточки. Рядом ещё работающий магазин. Правда, забита витрина. А здесь едут троллейбусы. Нам уже терять нечего. Мы живём здесь с детьми. Понимаете? А вы водитель троллейбуса, да? Нет, наверное, что ж, видите, я с кабину выходу. Нет, у меня отстой до 26 минут. Вы прямо... У вас макияж так... Вы так красиво выглядите. На работу, как на праздник. Вы же меня записываете. Поэтому надо ходить... Живём... Знаете, как говорят, у всех своя работа. Кто-то воюет, у них своя работа. А у меня своя работа. Пока здесь живут люди, значит, они пользуются нашими услугами. И они нуждаются в нас. Потому что большинство остаётся здесь пенсионеров. Да, и они как раз пользуются троллейбусом. И они пользуются троллейбусом. И поэтому мы для них ещё работаем. Сколько у вас рейсов в день вы выходите? На какое количество? Мы работаем с 7 утра до 4 дня. А там по обстоятельствам. Как Бог даёт. Ну а пассажиры... Вот сейчас в это военное время пассажиры как-то изменились? Их отношения... Спасибо. Я столько за 10 лет не услышала спасибо, как сейчас. За эти два месяца. Меня благодарят и всегда говорят. Спасибо большое, что вы у нас есть. Вы наши герои. Это правда. Героини только. Ну, у нас работает, значит, в смену 7 человек. Но из них 3 женщины. А остальные мужчины? У каждых 9 у нас. У одной двое у нас по одному. И мы работаем. А мужчины приходят и боятся. И идут за свой счёт. Но мы считаем, что мы же мамы. А мамы всегда сильнее. А женщины всегда выносливее. И верят в будущее. Поэтому нам отступать нельзя. А вас как зовут? Меня зовут Оксана. И сколько вам лет? Мне 51. У вас ребёнок один, да? У меня один ребёнок, да. Ей 14 лет, несовершеннолетний. Она со мной. Я никому не доверяю своего ребёнка. И вы всю жизнь здесь? Я родилась здесь, выросла. И родился мой ребёнок здесь. Я корена Артёмовская. Ну, бахмутчанка. И поэтому я люблю свой город. Я люблю свою работу, прежде всего. Я здесь. Я надеюсь на то, что нас Бог упережёт. И я думаю, что всё будет хорошо. Уверена вы. Я уверена. Если бы я не уверена была, это не оставалось в нашем городе. Я люблю свой город, я люблю свою работу. Поэтому я здесь. Я надеюсь на лучшее. Ну, троллейбус вот перед вами заполнен был людьми. Людей много. Ну, днём, конечно. Люди едят, скупляются, люди переезжают с места на место. Некоторые, конечно, вынуждены переселенцы уехать. Это понятное дело, что такая ситуация. Люди некоторые не выдерживают и психологически, морально не выдерживают. А это сейчас бесплатно, да? Троллейбусы сейчас бесплатно. Это так решил наш местный головарь, Лево. Люди, никто в очереди не стоит. Всех выживают по шпичку. Всё, вот будет Артур вас выживать и всё. Здравствуйте всем. Я зачитываю фамилию. Вы подходите, пожалуйста, показывайте документы и берите продуктовый набор. Матюхина арма. Местная служба чрезвычайных ситуаций в Бахмуте, узнав, что не всем хватает гуманитарной помощи, которую привезли волонтёры, по своему решению купили буханки хлеба и раздают тем, кому не хватило наборов гуманитарки. Звуки взрывов и разрыва снарядов слышатся каждый час. В городе остаётся не так много людей, а те, кто есть, узнают о гуманитарной помощи и приходят по утрам, чтобы получить пакет с едой и основными продуктами. Насколько хватит вам этого запаса? Ну, я думаю, я даже не знаю, что там, но это было долго. Ну, недели две, да? Да. Ну, а вообще сейчас в первую очередь, что нужно вот вам здесь, в городе, в первую очередь? Ну, не знаю, как бы всего хватает. Получаем, ну, консервы, крупы, да. Ребёнок, допустим, консервы не есть, ну, мясо, допустим, ну, такое, что-то не есть. Так вы на всю семью, ну, маловато на четверых же тут. А где-то ещё есть, где вам брать помощь какую-то? Вот это узнаёте случайно где-то, да, и приходите, берёте? Ну, хоть помощник есть. Как тебя зовут? Пока. Пока. И с девочкой, да, живёте здесь? Да. Сколько лет девочке? Бабусе четыре. Мама, я её... Не бойся. Подойдите, подойдёт. Я уже седьмого, вот, два месяца, как я живу под вами. Вот тут, прямо, на этой кровати, да? Да. Я скоро буду два месяца, как я тут с дитём живу. Она вас мама называет? Да, она у нас родение со мной. После того, как на Донбассе перестали подавать газ из-за аварийной ситуации, во многих городах возникли проблемы и с хлебом, потому что пекут хлеб в основном на печках, которым нужно газовое снабжение. Сейчас в Бахмуте местные власти организовали раздачу бесплатно хлеба, две буханки в руки. Люди выстраивались в очередь, ждали больше часа, чтобы получить свои заветные две буханки. Понятное дело, психологически сложно это переносить и ждать, когда же в следующий раз привезут хлеб. Ну, вот в таких условиях, в такой ситуации оказались десятки тысяч жителей этого населённого пункта сейчас. Девочки, сюда, сюда, сюда. Так, давайте мы всё равно по очереди. Давайте мы здесь, давайте здесь, вы по очереди всё. Валя, получай. Давайте уже отходи, Валя. Подождите, Валя, Валя. В магазинах нету, да, сейчас уже? Нету, я с утра была в центре, не было. И тут нигде уже так свободно прям. Мне на комбинат закрыли. Такие, типа, пушечки, 35 рублей. Это дорого? Ну, естественно, если 20-22, то... Как выживать тогда в таких условиях? Вы как, экономите деньги, экономите еду или что? Ну, экономим сейчас на всём. Ничего не покупаем абсолютно, если честно говорить. Вот то, что были запасы, вот эти запасы мы используем. А что будет дальше, один год знает. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. И вам сколько лет? Мне 59 лет. Лозунг «Никто не забыт», «Ничто не забыто» обычно применяется как дань памяти и уважения к блокадным ленинградцам. Сейчас мы в Бахмуте, и этот город также день за днём больше напоминает блокадный. Сюда могут в любой момент попасть ракеты и артиллерия российской армии. Местное население находится кто-то в бомбоубежищах, кто-то пытается выехать. Совсем мало людей на улицах стараются себя таким образом обезопасить. Но то, что здесь на красную звезду местные жители повязали сверху украинский национальный флаг, жёлто-синий, лишний раз напоминает нам о сути и значении этой войны 2022 года на Донбассе. Из Бахмута Алексей Мацука, Александр Шкот, телеканал Юэй специально для марафона «Фридом».